Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня информационный блок, и я бы хотел начать с поздравления. И, как думаю, многие уже догадались, с поздравления прекрасной половины нашего общества, с Международным Женским Днем. Или, как у нас еще говорят, с 8 марта. Мы желаем Божьих благословений нашим дорогим сестрам, нашим женщинам, нашим девушкам. Мы очень рады, что вы у нас есть. Благодарим Бога за вашу любовь, за вашу нежность, за вашу поддержку, за то, что вы всегда рядом, за то, что готовы идти вместе с нами, порою даже на край земли. Спасибо за то, что вы вдохновляете нас. Спасибо за ту красоту, которую вы нас окружаете. Хотелось бы, чтобы ваша жизнь была наполнена здоровьем, тоже была наполнена счастьем, радостью, понимающими мужчинами, которые смогут стать для вас хорошей опорой, надежной опорой. Дай Боже нам всем мудрости строить хорошие теплые отношения, чтобы, живя на этой земле, тот ограниченный отрезок времени, мы не тратили это время на какие-то конфликты, раздоры, доказывания какие-то. А наоборот, старались сделать все, чтобы использовать это время для построения счастья. Поэтому, дорогие наши сестры, дорогие женщины, дорогие девушки, еще раз, всего вам самого-самого наилучшего. С международным женским днем вас. Ну, а сейчас несколько слов о служении, которое предстоит уже в эту субботу. В эту субботу проповедовать по Божьей милости буду я, поэтому, пожалуйста, молитесь за мое служение, чтобы Дух Святой использовал меня как орудий в руках своих. Также хочу напомнить, что через субботу, 18 марта, у нас будет служение Вечери Господней. А в канун этой субботы, 16 марта, вы сможете приехать сюда в церковь и взять символы для тех людей, которые не смогут присутствовать с нами физически на этом служении Вечери Господней, и они смогут подключиться к нам онлайн. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, если вам это нужно. Хочу также напомнить, что у нас продолжается регистрация на встречу женского отдела в Левне Минус. Напомню еще раз, опять-таки, в бюллетнях вы найдете QR-код, перейдя по которому вы сможете попасть на регистрационный бланк. Если же у вас есть какие-то вопросы или вам сложно зарегистрироваться таким вот образом, то еще раз прошу вас подойти к руководителю отдела женского служения Светлане Балкан, и она даст вам ответы на все ваши вопросы. Думаю, это будет уникальная возможность провести очень интересное время в кругу друзей, знакомых, найти новых друзей и, конечно же, послушать интереснейшие семинары, которые помогут нам лучше строить отношения друг с другом с нашими мужчинами и с нашими детьми. Так что не пропустите эту возможность. По сути, это все из блока объявлений сегодня. Он у нас небольшой. Хочу также обратить ваше внимание на некоторые молитвенные просьбы. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, за Богдана Сыпьюка. Слава Богу, в прошлую пятницу ему сделали операцию благополучно. Сейчас он по чуть-чуть восстанавливается после всего этого. Также прошу вас молиться за нашу сестру Валентину Жигайлову. Ей предстоит замена клапана на сердце. Думали, что будет только шунтирование, но она проходила медобследование. И все же врачи решили, что чуть позже они будут делать замену клапана. Поэтому, пожалуйста, молитесь за то, чтобы все произошло наилучшим образом. Также прошу вас, чтобы вы молились за выбором нашей общины. Чтобы Дух Святой руководил избирательным комитетом. И были предложены для служения те люди, которых Бог видит на это служение на очередной отрезок времени. Пожалуйста, молитесь об этом. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы война в Украине закончилась. Очень хочется, чтобы мир восстановился на этой части земли. Хотя бы не только на этой части земли. Очень хочется, чтобы вообще войны исчезли с этой планеты. Но, с другой стороны, мы очень хорошо осознаем, что пока грех существует тут, то конца злу не будет. Но мы верим. Верим, наступит тот час, когда больше слезы не будут длиться с человеческих глаз. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Украину, молитесь за другие страны, где сегодня идет война. Пусть Бог поддержит, хранит, оберегает, укрепляет всех людей, которые сегодня тем или иным образом они участны вот в этих событиях. Также в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 11, 7 стих. Пускай этот текст заставляет нас более серьезно относиться к Слову Божьему. Воспринимать его, читать его, вникать в него. Потому что именно это Слово наставляет нас, направляет, вдохновляет и дает силы двигаться по жизни в правильном направлении. Поэтому всего вам наилучшего. Желаю вам Божьих благословений. До встречи уже в эту субботу на нашем богослужении тут в молитвенном доме или же онлайн. Всего вам хорошего, дорогие друзья.